Приветствую вас, и вы знаете, то, что вас одолевает лень, иначе говоря, простинация, связано с довольно-таки обширным кругом восьмойных проблем, которые у вас могут быть. То есть простинация – это всегда, во-первых, недостаточное управление своим вниманием. Это всегда проблемы с мотивацией, то есть зачем, для чего, ради чего я хочу. Ну, делать все или иные вещи. И это всегда проблема смыслов. И, соответственно, в каждом из этих направлений, в каждом из этих элементов, в каждом из этих аспектов с вами и нужно будет работать. Потому что, ну, вот, например, то, что у вас лень, и то, что вы скапливаете работу на последний момент, а потом все-таки ее делаете, говорит о том, что вы можете так делать. Понимаете, говорит о том, что у вас есть возможность так поступать. И если у вас есть возможность так поступать, то, соответственно, почему бы и не поступать? То есть здесь ситуация достаточно такая, знаете, закономерная. И для того, чтобы, значит, вам ее изменить, для того, чтобы вам ситуацию поменять, поменять необходимо в первую очередь подумать следующее. Значит, какие у вас мотивы для того, чтобы делать то, что вы делаете? Какие у вас мотивы для того, чтобы заниматься тем, чем вы занимаетесь на данный момент, сегодня? Какие у вас мотивы? Постарайтесь вот это для себя определить. Это важно. Ради чего и для чего? Но одного этого вопроса мало, чтобы решить проблему. Необходимо тактик определять их смысл. Ну, есть не смысл того, что вы делаете. Придание смыслов новых смыслов того, чем вы занимаетесь. Это также необходимо. Чем больше смыслов будет у ваших действий, а смыслы, это вот именно семантические ядра тех или иных действий. Вот это вот, это нужно понимать. Семантические ядра, это значит смысл. То есть для каждого человека смысл одного и того же действия может быть совершенно разный. И чем больше смыслов у одного и того же действия для вас, тем больше шансов, тем больше вероятность, что вы будете, ну, собственно, действовать по-другому. Действовать правильно, скажем так. Далее. Следующий момент. Это момент именно связанный с вниманием, с волевой регуляцией. Поиском новых мотивов для того, чтобы вы действовали именно так, как нужно. То есть поиски именно новых мотивов для вас. Это также очень нужно, это также очень важно, важно, и это также имеет огромное значение. Чем больше у вас будет мотивов, для чего, точнее не так, мотив это почему, почему я это делаю, мотив. И смыслов, тем больше вы, тем больше шансов вы получаете на то, чтобы действовать именно так, как вы хотите. Так как вам, в принципе, нужно. Но, не менее важно, также и внимание. Проксинация берет свое начало из неумения распределять свое внимание. Проксинация берет свое начало из распыления внимания, из невозможности управлять им. И поэтому, для того, чтобы вам им все-таки управлять, необходимо в тренировках. Необходимо именно тренироваться, именно тренироваться в том, чтобы удерживать свое внимание на чем-то важном, на чем-то таком, что является важным для вас в данный момент. И вот, игнорирование всего остального, кроме как раз-таки того, ну, того, что нужно, да, вам, и является правильным, является верным и кричимым. Для того, чтобы тренировать внимание, я порекомендую вам одно упражнение, оно достаточно простое. Вы берете любой предмет, простой, и, значит, вот, пытаетесь, сосредотачиваетесь только на этом предмете. И стараетесь не допустить, чтобы ваши мысли, чтобы ваше внимание отвлекалось на что-то еще, на что-то другое. И вот это, подобная тренировка, подобный момент для вас является, будет являться соответствующим, будет являться справедливым для того, чтобы вы тренировали свое внимание. Если вы сможете хотя бы в течение, там, 30-40 секунд удерживать свое внимание на этом предмете, а это не так легко, как можно показаться на первый взгляд, то, соответственно, потом, после этого, вам будет легче не отвлекаться на какие-то другие моменты. То есть, нужно понимать, что простинация, суть, отвлечения. Вы именно отвлекаетесь на какие-то вещи, вы именно отвлекаетесь на какие-то моменты, и именно поэтому, значит, ну, именно поэтому вы как раз и откладываете все дела на матом, вы позволяете себя отвлечь, и вопрос весь в том, для чего вы это делаете, почему вы это делаете. Существует и еще один важный момент, о котором стоит обязательно упомянуть. Этот момент касается выгодности и, в общем-то, положительных сторон того, о чем вы пишете, как это не парадоксально звучало. Что я имею сейчас в виду? Я поясню. Ситуация, в которой вы оказались, ситуация, когда вы проксоренируете, вам может быть чем-то полезным. Ситуация, в которой вы проксоренируете, может быть вам чем-то выгодным. И если это так, если ситуация, в которой вы оказались, вам чем-то выгодным, и вы ситуация благодаря ей получаете, то это то, о чем также нужно с вами разговаривать. Что вы получаете из этой ситуации? Чем она вам выгодна? Что заставляет вас снова и снова в ней быть? Видите ли, человек по своей природе – это многомотивационное существо. И своих количеств, как количество мотиваций, очень большое. И не все мотивации человек осознает. Поэтому иногда нужна помощь для того, чтобы лучше осознавать именно свои мотивы. И если вы свои мотивы осознаете, если вы лучше их будете осознавать, то, возможно, вы и поймете, чем для вас привлекательна ситуация, в которой вы оказались. И тогда, если вы сможете это сделать, сможете определить для себя, чем, ну, чем выгодна для вас ситуация такого плана, вы сможете управлять этим, вы сможете лишить себя этого, и тем самым заставить себя выйти из ситуации. И если вы выйдете из ситуации, то вы точно начнете свой путь к новому поведению, которое гораздо лучше отвечает тому, чего вы хотите. Но, понимаете, основная проблема заключается в том, что проексперация не возникла, не возникла только сейчас. Она не возникла только вчера. Она возникла, скорее всего, как защитная реакция. Но вопрос в том, защитная реакция от чего. Вам вид труда, вам нравится. Значит, дело не в этом. Возможно, вам не нравится планирование. Возможно, вам не нравится, когда на вас давят какие-то сроки. Возможно, вам не нравится, когда вам заставляют работать по регламенту. Но это защитная реакция против чего-то. По сути, вы говорите, что я свободна и что я буду делать то, что хочу. Но вопрос в другом. Кому вы это говорите? Вот в чем вопрос. Кому вы это говорите? То есть, на кого направлено то, что можно назвать вашей защитной реакцией? На общество, на родителей, на саму себя. Знаете? То есть, сама конструкция вашего поведения, сама проексперация не взялась просто так. У нее есть причины. И вот с этими причинами, причинами возникновения проксинации, это проксинация не усердия людей, правильно? Вот с этими причинами также нужно с вами работать. И в принципе, я думаю, что вы можете сами-сами подумать. В принципе, я думаю, что вы можете сами себе придумать новые смыслы того, что вы делаете. В принципе, я думаю, что вы можете сами потренироваться над своим вниманием. В принципе, я думаю, что вы сами способны и мотивы свои понять. Я думаю, что вы даже сами способны увидеть, чем полезна для вас ситуация, в которой вы сейчас находитесь. Я думаю, что все это сделает сами. Вы можете это не так сложно. Для человека, который может рефлексировать, умеет замечать за собой изменения какие-то, да, и отслеживать свои мысли. Но если у вас с этим проблемы, пожалуйста, обращайтесь к любому из экспертов на нашем ресурсе, и мы вам с радостью поможем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!